Мир вам дорогие друзья! С каждым днём возраст вступления в брак неуклонно растёт. Я лично знаю многих людей, которым уже давно под или даже за 40, они до сих пор одиноки, будто взяли обед никогда не жениться. К чему это может привести? Сегодня узнаем. Да, кстати, если нравится наша программа, не посчитайте за труд подписаться на наш канал Алиф ТВ. Будем признательны за ваш лайк и конструктивное мнение в комментариях, а за репосты в соцсетях вам особый респект. Погнали! Как вы считаете, в каком возрасте лучше начинать строить семью? 26. Почему? Личный опыт. Я планирую после 26, потому что я полигам. Когда наступит тот момент, когда вы всё-таки решите... Нет, нет, нет. До 40, после 40? Не знаю, не задумывался. Примерно. Давайте после. После 40? Да. 46? 1. 41? Да. Ну, наверное, тоже лет 25. Я думаю, что не надо отвечать, когда. Мне кажется, надо никогда по любви. А если эта любовь никогда не пройдёт? Лучше ждать одного того самого всю жизнь, чем хвататься, лишь бы быть не одной. Сколько вам было лет, когда вы вступили в брак? 25. Лично я для себя определила, что это крайне рано. Когда женился? Сколько лет было? 33. Это, как вы считаете, это поздно или это не поздно? Считаю, чуть-чуть и опоздал. После 30, после 33 вообще сложно жениться уже. Уже вообще не хочется. Мне было 19 лет, детей родила в 20. Я думаю, нормально. Вы женились? Сколько вам лет было? 32 года. Это поздно или это хорошо? Считаю, что не поздно. 23. 23. А вам? У тебя было 25, а мне было 30. Нет, мне сейчас 25. 24, а мне 30. Солнышко, мы второй год в браке. 23 мне было, а тебе на 8 лет старше. На 6. 29. 29-23 выяснили. Уже разобрались. Уже хорошо. Девушкам, наверное, желательно 25. Но это я как биолог говорю. Женщина считается старородящей с 24 лет. Как бы это, к сожалению, не звучало обидно. Почему вот сейчас так много одиноких людей? Просто запросов много, что и у парней, что и у девушек. Потому что претензии все завышают. Требования высокие. Она тебе скажет, ты не модная. У тебя айфон старый. Ну, в этом плане, да. В чем меркантильные взгляды, я считаю. А молодые люди все надеются, что они найдут ту вот самую заветную, которая умеет и коров доить, и поесть, приготовит. И у нее нету накладных ресниц, и за ногти ее платить не надо. Вот у нее естественная красота. Ну, сейчас все ведутся на обложку, на внешний вид. Хотите красивую девушку ухоженную, надо за это платить. У нас же в целом женщин больше. Есть те, кто, которые выпендриваются, а есть которые более умные, мудрые, и они остаются с парой. То есть вы относитесь к какому? Какому категорию? Мне очень хочется быть мудрой. Все, кто нас сейчас смотрит, могут сказать, что я, например, закомплексованный, я там неуверенный. На самом деле у нас у всех внутреннее я, самооценка прет, и мы хотим видеть принца и принцесс. Но давайте честно, ребята, мы все не идеальны. Поэтому я считаю, это главная проблема. Ну, может, они зацикливаются тоже на карьеру, на работу и забывают про то, что есть еще и другие ценности в этом мире, не только деньги. Вот пропаганда, телевидение, все легко, все свободно, развелись, свелись. То есть оно как бы развращает? Я считаю, это развращает. Мужчины перевелись. Нету ни спорта, ни увлечений. Я не считаю, что у девушек сейчас завышено мнение. Все забрал интернет, понимаете, соцсети. Сейчас люди в соцсетях живут. Люди живут в нереальности. То есть они живут реальной жизнью? Да, конечно. Веры нету. Они не умеют цели ставить, не умеют достигать. Мы подрены родительской любовью. Может быть, проблема в мужчинах, что мужчины инфантильны. Смотрите статистику, сколько мужчин до 30 живут с родителями. И после 30 живут с родителями. Все. Поэтому люди просто не готовы к серьезной жизни. Были малолетние герои, а сейчас бороды мальчики. Да. Согласно исследованиям Priceonomics за 2016 год, позже всех вступают в брак немцы. Россияне на восьмом месте. На последнем – жители мусульманской Индонезии. Согласно результатам исследования статистики доходов и условий жизни европейского сообщества, среднегодовой прирост количества единоличных домохозяйств в ЕС составляет почти 3%. В 2014 году по статистике в Европе и Америке доля одиноких женщин составила более 55%. В 2015 году 40% новорожденных американцев появились у матерей-одиночек. Вирус безбрачия не обошел стороной и мусульманские страны. Еще в 1995 году в Объединенных Арабских Эмиратах незамужними были лишь 20% женщин старше 30 лет. К 2012 году этот показатель вырос до 60%. Недавно американский психотерапевт Сари Купер, основываясь на данных своего исследования, убедительно показал, что отсутствие супружеской жизни крайне пагубно влияет на здоровье, причем прежде всего женщин. Вы знаете, некоторые люди осознанно выбирают жизнь соло, то есть как бы одинокую жизнь, знаете, как обед безбрачия некая. Что вы думаете про таких людей? Что вы думаете об этом? Они, такие люди, боятся трудностей, боятся ответственности. Это только дело в эгоизме, и для себя жить это вообще не выход. Какой бы вы могли дать совет именно людям, которые до сих пор не женились или не замужем? Ну, совет пересмотреть свои жизненные позиции. Да, я поддерживаю. Найти плюсы и минусы, посмотреть объективно на эту ситуацию. Присмотреться к себе, может, что-то не так все-таки внутри, снаружи. Оглянитесь по сторонам, может, рядом с вами есть ваш близкий друг женского пола. Вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Нет. Некоторые не верят? Я не верю. На любого человека есть вторая половина. Дома не сидеть, поискать, походить и найдется. Значит, им это не надо. Это все можно делать параллельно. И учиться вместе, и работать вместе, я имею в виду, ну, как с семьей такое. Если при условии, что все честно в семье, что нет всяких там интриг. Быть уверенны в себе и верить в себя. Ничего нет в жизни лучше, чем дети. У нас жизнь абсолютно перевернулась, абсолютно другие ценности в жизни. Есть смысл и ради чего жить. Выдите из своей скорлупы, если вы меня сейчас видите. Камон, солнце светит, небо голубое. Откройте себя, откройте свое сердце, и вокруг вы увидите, как люди так же пораскрывают свои сердца вам. Я думаю, открытость – это ключ. Идея безбрачия и холостяцкий образ жизни, чем бы они ни оправдывались, неприемлемы в исламе. Посланник Аллаха, мир ему, сказал. «И я женюсь, а тот, кто отвернется от моего пути, отвернулся от меня». Аль-Бухари Муслим. Человек, имеющий возможности, но отказывающийся от создания семьи, считается неполноценным. Он наносит вред своему духовному и физическому здоровью. Праведный халиф Умарда будет доволен им Аллах, а таких говорил – слабоумный, либо грешник. Ислам рекомендует не затягивать со вступлением в брак, объявляя праведные семейные отношения одной из форм поклонения Творцу. В Коране сказано «О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами». Конечно, пророк саллаху алейхи вассалям говорил, что когда вы женитесь, выбираете из-за четырех вещей, в них проходит и красота, и богатство, и сословие род, как говорится. Но он говорил, что выбирайте в первую очередь из-за чего? Из-за богобоязненности. К сожалению, об этом сейчас забывается. И когда девушки хотят выйти замуж, они смотрят, что есть у парня, машина, дом и все остальное. Хотя в семье подразумевается то, что они вместе это все должны нажить. Они вместе должны делить не только блага, но также, как говорится, и трудности. Это самое главное. Кроме этого, то есть понятие ислама, мы знаем то, что есть такое понятие, как наделение от Господа. И любой мусульманин на любую вещь должен смотреть с этой стороны в первую очередь. Потому что риск, то есть наделение, так скажем, это идет от Аллаха. Мой совет – это быть проще. На самом деле, в простоте всегда человек обретает свое счастье. Можно иметь и коттеджи, и машины, и все такое, но не иметь основного счастья. Поэтому нужно быть проще. Нужно нам, как друзьям, стараться помочь этим людям находить вот эти половинки и стараться их объединять. И постоянно давать советы таким людям, чтобы они не затягивались с возрастом, все-таки не я. Когда приходит возраст для женитьбы, не оттягивайте его. Ой, да учись, доработай, заработай и так далее. А старайтесь в этот же момент объединить возлюбленные души. Первое – это, конечно, дуа. Просить у Всевышнего, потому что дуа – это мечты сбываются на самом деле. И второе – это быть в своих требованиях немного тактичнее. Потому что у каждого есть свои изъяны, недостатки. Мухаммад саллаху алейхи вассалям так и говорит, да, что если вы видите недостаток один, то посмотрите на хорошую сторону. То есть не может быть человек весь состоящий из недостатков. По исламу, пускай это будет мужчина, пускай это будет женщина, они сотворены до того, чтобы в первую очередь, как говорится, создать семью. То есть продолжение рода, это считается само по себе даже, скажем, вырастить детей, вырастить угодных Аллаху детей – это самый большой ибадат и одна из причин рая. Так давайте все же мы постараемся заработать эту причину. Если вы еще не состоите в браке, простите Всевышнего послать вам такого спутника, который пойдет с вами вместе к благому в обоих мирах. Оберитесь по сторонам, возможно, это человек совсем рядом. Мир вам, дорогие друзья, пока-пока. Хей, друзья, предлагайте свои темы для будущих выпусков в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал Алиф ТВ. До скорого, дай бог! Субтитры создавал DimaTorzok